Всем привет! Я Елена Руденко, владелица салона магии. Стаж работы более 23 лет. Среди услуг моего салона есть гадания, привороты и отвороты, снятие и наведение порчи, привлечение денег и многое другое, продажа оккультных товаров, амулетов и талисманов. Также у меня есть школа магии, где я обучаю своих учеников абсолютно безоплатно. Ссылки на форум салона, а также на мои страницы в соц. сетях будут в описании под этим видео. Личные приемы веду в Киеве, также могу работать на расстоянии по фото. Камешек для денежного колеса. Монастырь Причем в древней загрошенной уже. Ну, классно, монастырь. Смотри, какой красивый. А пошли по лестнице поднимемся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Древний заброшенный монастырь в Анапе, Кипр. Играет музыка. В этом видео я расскажу о монастыре Аянапа. Аянапа один из известных курортов Кипра, где можно найти не только пляжи с чистым белым песком и ласковым теплым морем, но и большое число современных развлечений, клубов и ресторанов. Монастырь Аянапа располагается совсем неподалеку от побережья, поэтому гости курорта могут совершить увлекательное путешествие и полюбоваться на эту удивительную достопримечательность. Прошлое монастыря Аянапа покрыто тайной. Появление сооружения объясняют романтические местные легенды. Одна из легенд говорит о том, что раньше на этом месте находился большой густой лес и один из охотников пошел охотиться в этом лесу и увидел свет, который исходил из пещеры под землей. В этой пещере он нашел икону, которая, вероятнее всего, была спрятана специально монахами еще в XII-XIII столетии. Эта удивительная находка и подарила наименование святому месту. Слово «Напа» в переводе с греческого означает «лес», а «Ая» – «святая». Изначально найденную в лесной пещере икону именовали «Богородица» – «Напа», но потом название сократили до «Ая-Напа», то есть «святой лес» получается. Изначально, узнав о святой находке, сюда хлынули толпы верующих и неподалеку от пещеры XV столетия возвели небольшую церквушку, которая постепенно разрослась до монастыря. Поблизости находился источник с чистой водой, к которому позднее стали приписывать чудодейственную силу. Вторая легенда более трагическая. Она рассказывает о том, что богатая девушка не смела выйти замуж по любви, ведь ее избранник был бедным, и родители категорически не давали согласия на брак. В отчаянии красавица, имя которой не сохранилось, постриглась в монахини и стала жить в темной пещере в чаще леса. Позднее богатые родители построили там церковь и кельи. Постепенно обитель разрослась и стала монастырем. До сих пор неизвестно, правдивы ли эти легенды, Но есть факты, которые говорят о том, что монастырь Айанапа появился в 15 столетии, когда Кипр находился под господством Византии. Удивительная обитель имеет довольно необычную историю. Она неоднократно меняла свое предназначение с мужского монастыря на женский, религию с католицизма на православие, но не претерпела серьезных метаморфоз в архитектуре. Завоевание османами повлекло за собой изгнание местного духовенства, и монастырь стал православным. Покинута эта обитель была в 18 веке. Причины, побудившие монахов уйти из привычных келей, остаются неизвестными. С этого периода Айанапа оставалась заброшенной. Реставрация обители проводилась в 50-е годы прошлого столетия. Именно тогда монастырь привели в порядок, и теперь он открыт для посетителей. Ранее представлял собой храм православной церкви. Сейчас это музей, где можно посмотреть особенности церковного убранства прошлых эпох. Монастырь Айанапа отличается подлинной живописностью и красотой. На севере располагается удивительный фонтан, выполненный в форме кабаней головы. На южной половине монастырского двора произрастает вековое дерево фикус сикамор, которое по преданию посадила прекрасная затворщица. Сейчас высота этого гиганта более 20 метров. Есть здесь и необычный фонтан, выложенный мрамором. Дворик этот носит наименование «Фонтанный двор». Именно здесь, как гласит легенда, погребена знатная основательница этого монастыря. Сам монастырь невелик. Он включает в себя три зала. Самый древний из них относится к периоду византийского владычества и был выдолблен в пещере. В той самой, где охотник обнаружил святую икону. Он имеет отдельный вход. Венецианский зал относится к XV-XVI веку. Из него можно пройти в третье помещение. Зал эпохи крестовых походов. Каждый из них имеет свои уникальные особенности и специфику внутреннего убранства. По близости от северных ворот располагается двухэтажное здание, где, по легенде, проживала постригшаяся аристократка. В период турецкого владычества к обители была пристроена галерея со сводами. Комплекс включает в себя девять церквей и часовни. Здесь же хранится пояс Богородицы, который считается главной святыней обители. Небольшая часовенька, возведенная на месте, где дыхала Богородица, располагает к уединенной молитве. Здесь имеется несколько древних икон, а сама атмосфера так и дышит духовностью. Сам монастырь располагается в центральной части города, неподалеку от площади Сеферия и побережья. Добраться до него проще пешком или на арендованном велосипеде. Можно и на автомобиле. Но важно помнить, что парковки поблизости нет, поэтому транспорт придется оставить на одной из ближайших улочек. Главное запомнить, где именно. Ходит сюда и автобус, номер маршрута 101, остановка, центр. Пропустить монастырь сложно. Его видно издалека. Он похож на рыцарский замок эпохи Средневековья. Посещение его бесплатно, но важно знать часы работы. Монастырь Айанапы готов принимать гостей летом с полдесятого до двадцати одного часа. И зимой он работает до пятнадцати ноль ноль ноль. Монастырский собор работает с одиннадцати до двадцати. Поскольку обитель не отличается крупными размерами, но здесь есть на что посмотреть. На посещение достопримечательности следует запланировать четыре-пять часов. На территории музея можно купить бутылочку с целебной водой из местного источника. Обойдется она в один евро. Лучшее время для визита в монастырь Айанапа утром, пока еще не очень жарко. Услугам гостей предлагается церковная лавка, где можно купить деревянные иконы, лечебные грязи, книги и ароматный мед. Неподалеку от монастыря у местных торговцев любой желающий может купить качественное оливковое масло по сниженной цене. А фотографироваться на территории музея разрешено. Интересные факты о монастыре. Монастырь известен как место хранения покрывала святой Вероники, которое она передала Иисусу восходящими на Голгофу. Многие считают, что икона и пояс Богородицы обладают целебной силой и способны решить проблему женского бесплодия. Поэтому сюда приезжают множество семейных пар, мечтающих о чуде. Также эта святыня улучшает состояние беременных и дарует им легкие роды. Многие полагают, что вода из колодца, находящегося неподалеку от монастыря, тоже наделена целебной силой. Монастырь Айя-Напа, место посетить которое будет интересно даже людям, далеким от религии. Здесь очень красиво. Образцы старинной архитектуры радуют взор. А потрясающие фрески и внутреннее обранство надолго отложатся в памяти. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал Ангел 50 на 50 демон. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok